Всем привет! Добро пожаловать на курс, в котором мы будем, так сказать, играть с огнем. Будем изучать инструментарий PyroFX и симуляции с его помощью. PyroFX в Гудене служит для контроля как огня, так и дыма, что удобно, так как дым у нас исходит от огня, поэтому они настраиваются одними и теми же параметрами, такими как топливо или температура. Для начала мы разберем настройки интерфейса, которые позволят вам легче работать с симуляцией, а также научимся кэшировать симуляцию. Все это сильно упростит вам дальнейшую работу. А вообще в первой части этого урока мы сосредоточимся на настройках симуляции, необходимых, чтобы создать костер. Это довольно простой пример, и мы используем его, чтобы разобрать настройки сети PyroFX симуляции, понять, как она работает и как заставить ее работать так, как нам нужно. Прежде чем приняться за интерфейс, давайте по-быстрому создадим небольшую симуляцию огня, чтобы потом, когда мы уже настраивали интерфейс, нам было на что опираться, чтобы мы могли понять, какой вид нам нужен. Для начала нам понадобится какая-то геометрия источника огня, чтобы огонь исходил из нее. Поэтому давайте создадим здесь простой бокс, не будем особо мудрить. И на уровне его геометрии давайте сплющим его по оси Y, скажем, до масштаба 0.1, чтобы сделать его более плоским. Теперь перейдем на вкладку PyroFX, если вы все еще не там. Убедимся, что у нас выбран объект бокса, и кликнем на инструменте Flames. После того, как программа закончит расчеты, вы увидите, что наш бокс пропал, а редактор сети переместил ваше внимание в ноду PyroSIM. Давайте запустим теперь проигрывание на таймлайне. Не обязательно просчитывать много кадров, достаточно, например, 45, просто чтобы мы увидели уже языки пламени. Также за эту пару секунд у нас успел появиться и дым. Итак, какой-то огонь у нас появился. Давайте теперь займемся настройками отображения, чтобы видеть его получше. Для начала я отключу координатную сетку. Иногда ее бывает полезно видеть, например, при моделировании, но при PyroSIM, как сейчас, на мой взгляд, она только мешает. Теперь давайте убедимся, что курсор у нас наведен именно на вьюпорт, и нажмем клавишу D на клавиатуре. И это вызвало окно настройок отображения вьюпорта, Display Options. Кстати, подобные настройки можно вызывать и для других частей окна программы этой же клавиши, только курсор при этом должен находиться уже над ними. Здесь нам нужна вкладка Background, где мы можем поменять цветовую схему заднего фона вьюпорта со светлой на темную. Теперь на темном фоне огонь гораздо лучше видно, видны его границы и так далее. Дым при этом мы также можем видеть. В общем, все видно намного лучше. Теперь давайте перейдем на вкладку Viewport. Здесь мы тоже найдем настройки, позволяющие улучшить вид симуляции во вьюпорте. Перейдем к настройкам цвета и давайте понизим гамму до двух. Возможно, вы почти не заметите разницу на этом видео, но во вьюпорте своей программы вы ее точно заметите. Параметр гаммы отвечает за плавность перехода между темными и светлыми участками картинки на мониторе и на современных мониторах за стандарт принято значение 2.2. Однако, похоже на то, что в Гудене при создании парасимуляции учитывается и значение 2, и с этим значением вы получаете больше деталей. В общем, я рекомендую значение гаммы именно 2. Теперь давайте перейдем на вкладку Effects и включим галку HDR Rendering. Это колоссально улучшит вид нашего огня. Мы видим теперь намного больше деталей. Цвета и их вариации стали намного больше напоминать именно цвета огня. И если вы не знакомы еще с концепцией HDR, то есть концепцией расширенного динамического диапазона, то советую ознакомиться с ней. Подобные вещи нужно знать, когда вы занимаетесь, например, рендерингом симуляций. И последние настройки мы поменяем на вкладке Geometry. Перейдем к параметру Walling Quality, то есть качество отображения объемов, и поставим в нем High, то есть самое высокое качество. Опять же, на видео это, возможно, не будет заметно, но в самой программе вы потом это заметите. Так как огонь, по сути, представляет собой набор вокселей, то улучшение этого параметра, как правило, дает и улучшение отображения огня во вьюпорте. Хотя, конечно, тут все зависит от конкретной ситуации. Опять же, может статься, что в каком-то другом кадре вы лучше заметите разницу между высоким и нормальным качеством этого параметра. Особенно это может касаться границ вашего огня. При высоком качестве они сглаживаются гораздо лучше. Ну и общая детализация в этом режиме, конечно, тоже улучшается. Настройки отображения мы настроили. Давайте закроем это окно. И теперь давайте перейдем к десктопам. По умолчанию вы начинаете работать с билд десктопом, то есть каким-то набором и расположением элементов интерфейса. Все это называется в копии десктоп или десктоп. Но лично я предлагаю вам, работая с пайросимуляциями, переключаться на другой десктоп, на technical десктоп. В нем вы получаете другое расположение старых панелей, плюс к ним добавляется пара новых. Кстати, настройки отображения, как вы уже заметили, являются индивидуальными для каждого десктопа, так что по идее сначала лучше выставлять удобный для вас десктоп, а уже потом настраивать отображение в нем. Но пока я не буду все перенастраивать. Давайте взглянем, что конкретно у нас появилось в technical десктопе. Прямо под вьюпортом у нас добавились три новые вкладки. Первые две отвечают за использование скриптов на языках Python и EdgeScript, ну а в третий, как следует из названия, располагаются задания рендера. Кстати, за что многие любят именно technical десктоп, так это за... Видите, вот эти маленькие точки здесь, как будто у нас свернута одна из панелей. Если я кликну здесь, то она откроет... Так, секунду. Гудин немного переместился, эта программа записи видео заставила его отоглючить. Сейчас я верну все обратно. В общем, открывшаяся вкладка называется у нас Geometry Spreadsheet. Это можно перевести как сводная таблица геометрии. Мы будем часто ее использовать при работе с атрибутами. Многие находятся очень удобным, когда она находится именно здесь. А слева находится панель, которую вы, возможно, еще не открывали до этого. TreeView. Это, по сути, представление иерархии элементов сцены. По ней также можно перемещаться, как и по редактору сети справа. Просто здесь вы сразу можете видеть, например, все дочерние объекты какого-то элемента, просто кликнув на плюсик рядом с ним. В редакторе сети нам пришлось бы для этого заходить в каждый из объектов, теряя из виду другой. Ну, в общем, разницу понять довольно легко. Так, у меня тут продолжаются глюки с курсором мыши. Видимо, мой записывающий видеософт не очень любит Technical Desktop в Houdini. В общем, как я уже сказал, панель TreeView бывает очень удобна для ориентации в иерархии сцены и перемещения между ее элементами. Панель параметров и редактора сети остались справа, как вы уже поняли, лишь только поменялись местами. В общем, это довольно удобный десктоп, предоставляющий довольно удобное расположение панелей, которые отображают фактически всю нужную в данной ситуации информацию. При этом нам больше, скорее всего, не потребуется открывать еще какие-либо окна или панели, чтобы они загораживали нам обзор, как это часто приходится делать, работая с другими десктопами. При этом, возможно, все же иногда я буду возвращаться к обилд-десктопу, просто потому, что он все-таки не такой загруженный панелями. Иногда это все же очень сильно отвлекает. Иногда все же проще открывать ту же таблицу геометрии в отдельном плавающем окне, если она нужна совсем ненадолго. Сейчас же, как видите, она заставляет сам юпорт уменьшаться до совсем уж неприличных размеров. В общем и целом, конечно, тут каждый настраивает интерфейс, как ему удобнее в текущей ситуации. Но нет ничего, что вы могли бы создать в одном десктопе, чего не смогли бы сделать в другом. Что же, с интерфейсом мы разобрались. Отображение огня также настроили. Если вы остались в Technical Desktop, у вас здесь есть еще панели. Но как что менять мы разобрались, так что давайте двигаться дальше. Давайте перейдем к кэшированию. Как вы понимаете, в сложных симуляциях просчет одного кадра может занять изрядное количество времени. В этом мы могли уже убедиться на одном из прошлых уроков. И чтобы не перепросчитывать кадры тогда, когда требуется снова воспроизвести симуляцию, чтобы не тратить снова на это время, и нужно кэширование. Вы просто сохраняете результаты симуляции на жесткий диск, точно так же, как сохраняете изображение просчитанных кадров при рендере анимации. Но потом считываете их с диска, вместо того, чтобы пересчитывать все заново. Я начну с того, что замечу, что при создании пары симуляции, при помощи инструмента вкладки, у нас появилось два новых объекта в редакторе сети. Давайте я немного расширю его область. Первый это PyroSim, и второй это PyroImport. Почему два объекта, и что именно они собой представляют? Для начала давайте зайдем в объект PyroSim. Как видите, у нас тут целая сеть из восьми пока что нод. Все они создались автоматически при нажатии на инструмент Flames. Вот надо Pyro, SourceFuel, PyroSolver, в котором и происходят все вычисления, гравитация и выходная нода. В принципе, по именам некоторых нод можно уже составить некоторые представления о том, как именно симуляция, собственно говоря, симулируется. Конечно, когда мы двинемся дальше, когда начнем создавать костер, мы поймем, как они действуют конкретно, образуя все вместе сеть симуляции. А пока давайте вернемся на уровень объектов. Если симуляция проходит у нас в объекте PyroSim, то что происходит в объекте PyroImport? Если вкратце, то он отвечает за выходные данной симуляции, за ее визуализацию во вьюпорте, за ее кэширование и представление во время рендера. Давайте зайдем в этот объект и поглядим, что там есть. Первым делом вы можете заметить, что флаг отображения у нас находится на ноде ImportPyroVisualization, а нода ImportPyroFields находится в таком сиреневом круге. Давайте разбираться, что все это значит. Как правило, мы привыкли видеть больше вот такие вот ситуации, не так ли? Результаты ноды с синим флагом отображения у нас отображаются и во вьюпорте. Ну и помимо флага отображения, вокруг такой ноды обычно рисуется и синее кольцо с таким сиреневым кругом внутри. А вот просто сиреневый круг означает уже другое. Если отдельное синее кольцо означает то, что данная нода отображается во вьюпорте, то есть мы можем видеть ее результаты здесь, то сиреневый круг, как и сиреневый рендер флаг означает то, что результаты вычислений данной ноды мы будем видеть уже на рендере и только во время рендера. Так как сиреневого круга на ноде визуализации теперь нет, это значит, что ее результаты на рендере видны не будут. До сего момента у нас, если нода была выбрана для отображения во вьюпорте, то она же, как правило, была выбрана и для показа на рендере. Однако, если мы зажмем Alt и кликнем здесь, то можем установить здесь только флаг отображения, а если кликнем здесь Ctrl кликом, то можем установить лишь флаг рендера. Давайте теперь вернем все, как было. Во вьюпорте у нас будут отображаться результаты вычислений ноды ImportPyroVisualization. Давайте взглянем на ее параметры. Как видим, тип этой ноды, ее истинное имя – DOP Import. DOP означает не что иное, как динамический оператор. Информация, которая обрабатывается нодой визуализации, поступает из DOP сети, из объекта PyroSim. Его мы уже рассмотрели пару минут назад. В этой сети 8 нод, вся симуляция творится именно в ней. Ноды ImportPyroFields, если посмотреть, обрабатывает данные все из той же сети PyroSim, только обрабатывает гораздо большее их количество. Если мы прокрутим здесь вниз, то увидим здесь поля плотности, скорости, покоя, температуры, жара и так далее. В общем, данных обрабатывает она больше, и кэширование их занимает больше времени, хотя при этом мы получаем более аккуратный результат. Именно поэтому на ноде визуализации стоит флаг отображения, а флаг рендера расположен именно на ноде ImportPyroFields. Первая порабатывает лишь столько данных, чтобы мы могли оценить вид симуляции во вьюпорте. Но когда дело доходит до рендера, для которого нужно гораздо больше данных, в дело вступает нода ImportPyroFields. И если мы захотим прокэшировать некоторые поля, которые указаны в ней, чтобы получить их визуализацию, например, поле топлива, мы не можем получить их в ноде ImportPyroFields. Для этого придется переместить флаг отображения на ноду ImportPyroFields. Итак, кэширование. Как я уже сказал, первая причина, по которой мы этим занимаемся, после того, как мы настроили симуляцию, мы уже готовы отправить все на рендер, но мы не хотим пересчитывать заново каждый кадр после того, как, например, потом откроем эту симуляцию снова. И если в симуляции больше не вносится никаких изменений, ее явно лучше всего кэшировать. Просто за тем, чтобы потом ее можно было всегда сразу проиграть снова без всяких проблем. Вторая причина заключается в том, что если ваша симуляция достаточно сложна, а самое главное длительна, то она может просто не уложиться в оперативной памяти. Сейчас, как видите, на протяжении просчитанных кадров на таймлайне у меня появилась синяя полоса. Она означает, что эти просчитанные кадры прокэшировались у меня сейчас в оперативную память. Если я снова запущу сейчас проигрывание анимации из нулевого кадра, она будет практически проигрываться в реальном времени, пока не дойдет до 46-го кадра. Дальше все идет уже медленнее, поскольку снова начался просчет. В общем-то, для небольших симуляций без сложных настроек, где нет столкновения огня с другими объектами и так далее, вы можете ограничиваться и сохранением результатов в оперативную память. Просто потому, что считается, например, здесь и сейчас все достаточно быстро. Но в случае сложных и долгих симуляций, когда, например, один кадр считается у вас минуту, а в оперативной памяти могут храниться далеко не все кадры, вы не сможете как следует посмотреть на анимацию симуляции во вьюпорте, если не будете кэшировать ее на диск. В общем, давайте кэшировать. И кэшировать мы будем именно более подробную ноду ImportParaFills. Давайте переместим на нее флаг отображения. Перейдем вверх на ее панели параметров. Здесь у нас есть вкладка Export to File. И в ней у нас есть кнопка Render. И она отвечает не за рендер изображения, а за рендер, то есть просчет и кэширование на жесткий диск самой симуляции. Путь, в котором будут храниться данные прощитные симуляции, находится в этом параметре Geometry File. И, разумеется, вы вольны поменять его на любой другой. Если мы нажмем на Render, то у нас появится вот такое диалоговое окно. В нем отображается прогресс вычислений и кэширование симуляции. Также мы можем нажать на кнопку фонового рендера. В этом случае просчет будет идти в фоновом режиме, позволяя нам одновременно с этим по-прежнему работать в программе. Сейчас же, пока идет кэширование, мы ни на что нажимать больше не можем. Просто эта симуляция достаточно простая, поэтому я запустил ее именно в таком режиме. Заметьте, кстати, этот чекбокс здесь. Если потом кликнуть по нему, симуляция по умолчанию будет пытаться именно загрузиться с диска, а не считаться заново. Давайте подождем, пока она досчитается. Я, наверное, пока поставлю запись видео на паузу. Так, все готово. Моя симуляция, похоже, не хотела заканчивать просчет, опять же, из-за записывающей это видеопрограммы. Как только я отключил ее и перезапустил симуляцию, все прошло нормально. Как бы то ни было, теперь она просчитана, и я могу нажать на чекбокс load from disk, чтобы читать ее с диска. Теперь мы легко можем перейти на нужный любой кадр симуляции, чтобы оценить ее. А если мы нажмем круглую кнопку real-time toggle в правом нижнем углу, то можем запускать симуляцию именно в режиме реального времени. Она будет показываться теперь именно с той скоростью, с которой будет идти на рендере. Что же, считывание симуляции с диска идет прекрасно. Как видите, это гораздо удобнее, чем перепросчитывать все в каждом кадре. Однако вы можете подумать, что за фигня, а почему, собственно, огонь у нас стал черно-белым. Дело в том, что по умолчанию нода importPyreFields не способна делать цветовую визуализацию, в отличие от нода importPyreVisualization. Если мы посмотрим на ее параметры, на вкладку importFromDobs, мы увидим, что из всех полей, которые эта нода обрабатывает, кроме поля плотности density, которая соответствует дыму, у всех остальных полей стоит параметр invisible, то есть они невидимы сейчас. Только у поля heat, которое соответствует огню, не стоит этого параметра. Так или иначе, сейчас мы получаем все в черно-белом цвете. Однако, хотя бы в юпорте мы видим огонь лишь в градациях серого, рендерится он будет абсолютно правильно в цвете. Когда мы будем разбирать пример с костром, прокэшируем его симуляцию и будем считывать ее с диска, я покажу вам, как настроить работу с нодой importPyreFields, чтобы получить от нее цветную визуализацию. А пока давайте отрендерим этот огонь, перейдем на вкладку Render View и нажмем Render. Мы не получим какую-то прекрасную картинку, поскольку не настроили освещение, однако все же мы видим цвета огня, хотя пока картинка у нас и довольно зернистая. Но вы видите, тем не менее, что на самом деле у нас осталось все в цвете, просто мы получаем сейчас черно-белую визуализацию в юпорте. Теперь, когда мы разобрались с кэшированием и с настройками отображения, давайте пойдем дальше и начнем изучать работу Pyrus Solver. До сих пор мы пользовались инструментами вкладок, и, собственно говоря, сейчас мы тоже продолжим ими пользоваться. Для новичков гораздо проще использовать эти инструменты, а потом лишь уже настраивать работу созданных ими сетей. И пока мы не получим полного понимания того, что происходит внутри Pyrus Simulation, все эти штуки здорово сэкономят нам время и нервы. Потом уже, когда мы освоимся, мы начнем создавать симуляции и с нуля. А пока убедитесь, что у вас есть ассет, который вы могли скачать по ссылке из описания к этому видео. Это просто OBJ файл с геометрией дров и окружения, так сказать, костра. Давайте импортируем эту геометрию. Импорт, Geometry, выбираем Campfire OBJ и жмем Accept. И вот она, нужная нам геометрия. Немного камней вокруг, пара полиньев и палок. Как вы помните, первым шагом должно стать определение источника, из которого будет исходить огонь. И мы не можем сейчас всю эту геометрию назначить источником огня, потому что, например, камни, которые в нее входят, горят довольно плохо, как известно. Огонь должен исходить откуда-то снизу, из нижней части поленьев. Там обычно находится область с самой высокой температуры. Так что для начала нам придется самим создать геометрию источника нужной формы. И думаю, на этот раз мы начнем с примитива сферы. Давайте зайдем в объект сферы. Заметьте, что у меня выставлен режим отображения следов других объектов, режим GhostOtherObject. Благодаря чему, зайдя в объект сферы, я могу видеть и полупрозрачное отображение геометрии костра, которое находится в другом объекте. Так нам гораздо легче будет настроить расположение сферы относительно дров и всего остального. Потому что без знания, где именно будут располагаться, например, эти полинии, это было бы довольно затруднительно сделать. Давайте поднастроим размеры этой сферы. Думаю, так подойдет. По Y она должна быть такой сплющенной. Давайте даже, наверное, сплющим до 0,1. Сплющиваем мы ее потому, опять же, что она, как источник огня, должна лежать на земле. Можно, думаю, рассматривать ее как, например, кучу углей, от которых сейчас и будет исходить огонь. И пока, кстати, эта сфера у нас наполовину закопана в землю, поскольку ее центр совпадает с началом координат. Так что я немного припониму ее геометрию вверх по Y. Скажем, на 0,2 единицы. Так будет лучше, хотя, наверное, разница и не особо заметна на первый взгляд. Хотя, вообще говоря, для симуляции это будет важно. Теперь, когда мы настроили позицию сферы, давайте вернемся на уровень объектов. Выделим объект сферы. И кликнем по инструменту Flames, как уже делали до этого. И мы получили примерно то же, что и в прошлый раз. Если мы вернемся на первый кадр и запустим из него симуляцию, ничего принципиально нового мы пока не увидим. Никакого взаимодействия с геометрией по линиям у нас пока, конечно же, нет. Что же, давайте разбираться, что именно происходит после того, как мы нажимаем на кнопку инструмента Flames. У нас создалось довольно много нод. С объектом PyroImport мы более-менее разобрались. Но надо выяснить еще две вещи. Первое, это что случилось со сферой. Визуально она вообще стала невидимой, хотя и стала при этом излучать огонь. В общем, нам надо понять, что происходит с источником огня и его геометрией. А во-вторых, нам надо детально и подробно разобрать, что творится в объекте PyroSim. Мы уже немного поглядели на происходящее в нем, но этого, конечно, было недостаточно. Собственно, понимание процессов симуляции в этой сети и является главной целью этого урока. Однако давайте начнем со сферы, а потом уже перейдем и к самой симуляции. И перед тем, как зайти в ее ноду, давайте переименуем ее. Поскольку больше самой сферы у нас нет, она превратилась в источник огня, то мы назовем ее, скажем, FuelSource, источник топлива. И теперь внутри... Давайте посмотрим. Мы видим, что у нас здесь создалась парочка нод, которых раньше не было. Кстати, давайте теперь выставим режим скрывания других объектов. Итак, первый после ноды самой сферы мы видим теперь ноду CreateFuelVolume. Эта нода превращает геометрию сферы в некий объем, который уже и используется как топливо. Вместо геометрии поверхности сферы мы видим сплошной трехмерный объем. Дальше у нас идет, по сути, нода Merge. Она названа MergeFuelVolumes и по умолчанию она, в общем-то, ничего не делает, поскольку у нас тут всего один объем топлива. Но в случае, если мы захотим создать еще какую-то отдельную геометрию и превратить ее тоже в объем, в источник топлива, мы можем присоединить еще парочку соответствующих нод к этой ноде. Как правило, в подобного рода симуляциях, которые созданы с помощью инструментов-вкладок, Гудень автоматически создает Merge ноды, просто чтобы мы знали, куда подключать дополнительные источники. И это просто сделано для удобства. В принципе, вы можете удалить Merge ноду, если она вам не нужна. И последняя нода в этой ветке – это нода NULL. Нулевая нода, пустышка. По сути, она не делает вообще ничего, не обрабатывает никаких данных, просто принимает данные от предыдущей ноды. Чаще всего NULL ноды служат закладками, каким-то логическим окончанием ветви нод, на которые можно потом ссылаться из других объектов, например. Если мы ссылаемся именно на эту ноду, а не на ноду Merge Fuel Volume, это позволяет нам позже добавлять сюда еще какие-то операторы для обработки данных, при этом мы не рушим никаких ссылок, поскольку процессы в других местах будут подхватывать данные по-прежнему из нулевой ноды. Здесь эта нода названа OutFuel, и мы сразу можем понять, что именно на ней оканчивается процесс расчета объемов топлива, именно на нее нужно ссылаться в симуляции. Мы имеем также еще одну нулевую ноду здесь, названную Render, на которой установлен фиолетовый флаг, фиолетовый флаг рендера. Сделано это просто для того, чтобы не рендерить сам объем топлива, а ставить его лишь в видимом в viewport. Если бы флаг рендера был на этой ветке, мы бы видели это серое облако и на рендере тоже, а так мы рендерим пустышку, не получая ничего на рендере, что нам и нужно. В общем, флаг отображения у нас визуализирует этот объем, а флаг рендера находится на пустышке, чтобы мы не видели на рендере ничего лишнего. Пока все довольно просто. Здесь происходит превращение геометрии сферы в какой-то объем топлива, объем источника. Мы можем убрать отсюда флаг видимости, если не хотим видеть это серое облако во viewport. Итак, теперь, когда мы на уровне объектов, давайте зайдем в сеть Parasim. Как я уже сказал, именно в ней мы контролируем поведение самой симуляции. И теперь давайте разбираться, что у нас происходит в каждой из этих нод. Я немного расширю редактор сети, чтобы было видно поудобнее. Итак, начнем с ноды Source Volume. Она импортирует в симуляцию тот самый объем, который мы недавно видели. Как видите, она ссылается именно на ту нулевую ноду OutFuel, которую мы видели совсем недавно. Я снова повторюсь, что гораздо эффективнее ссылаться именно на нулевую ноду, добавив ее отдельно, а не на предыдущую ноду Merge здесь. В этом случае мы можем спокойно добавлять еще ноды перед этой нулевой, не нарушая связи с симуляцией и нодой Source Volume в ней. Ну и здесь, в общем, указана ссылка именно на ноду OutFuel. Следующей нодой у нас снова идет нода Merge. Опять же, она здесь не особо сейчас нужна, поскольку мы импортируем сюда лишь один объем, но, конечно, ничто не может в будущем помешать нам подключить сюда еще какие-то ноды, перед тем, как уже общий их итог из ноды Merge подключать к Солверу. Также у нас к Солверу подключена нода Resize Container, которая контролирует динамическое изменение размеров контейнеров, в котором происходит симуляция. Она пытается сохранить контейнер лишь настолько большим, насколько это нужно для конкретной симуляции, потому что увеличение размеров контейнера напрямую влияет на время просчета. И последняя нода, подключенная к Солверу, это нода, названная Pyro. По сути, это нода SmokeObject, как вы можете видеть. В ней задается разрешение контейнера, а также его максимально возможные размеры. Также весьма полезной функцией в ней является настройка визуализации того, что происходит в этой сети. Позже мы разберемся в этих настройках подробнее, а пока давайте вернемся к остальным нодам. Что же, Pyro Solver. Наверное, это самая важная, но в общем-то даже не наверное, а это и самая важная нода во всей симуляции. В ней очень много настроек, и мы сможем рассмотреть лишь основные из них. После Солвера идет, вы не поверите, еще одна нода Merge, которая снова ничего пока не делает, поскольку другой симуляции в этой сети у нас пока нет. Если бы у нас был еще один, например, Pyro Solver с другими настройками и источниками, и мы хотели бы, чтобы оба Солвера контролировались одними и тем же силами, например, гравитация, то в этом случае мы бы примержили второй Солвер сюда, перед нодой гравитации. Что же касается самой ноды гравитации, то тут ничего сложного. Поскольку симуляция основана на физических параметрах, у огня есть какой-то параметр летучести, который устремляет ее вверх, и гравитация нужна как минимум для того, чтобы прижимать его потом и вниз. И последний у нас здесь идет нода Out. Можно заметить, что в ней тоже есть кнопки кэширования данной симуляции, Save to Disk, это означает сохранение на диск, также можно сохранять все в фоновом режиме. Все как в ноде Pyro Import, которую мы уже рассматривали. Кстати, заметьте, что сохранение симуляции в сим-файл не будет работать в бесплатной версии Houdini, только в платной. Если вы попытаетесь сделать это в бесплатной версии, то у вас ничего не получится, и соответствующий файл у вас просто не создастся. Просто имейте это в виду, если работаете в бесплатной, то есть Apprentice версии Houdini. Что же, больше всего внимания мы уделим здесь Node.Empire и Pyro Solver. Давайте взглянем на первую и на ее настройки визуализации. Для начала неплохо было бы сделать эту визуализацию, да и саму симуляцию более детальной. Параметр Division Size здесь отвечает как раз за это. Если мы уменьшим его, то получим более детализированный вид огня. Хотя при этом, конечно, время просчета симуляции существенно увеличится. Я вернусь на первый кадр. Всегда важно делать это, когда вы меняете какие-то параметры симуляции. Иначе, если вы сделаете это, скажем, в 20-м кадре, программе все равно придется пересчитывать симуляцию на протяжении 20 кадров. А это довольно сильно может затормозить программу, так что лучше сразу делать все с первого кадра. Начинать просчет не с первого кадра можно лишь в случае, когда у вас очень простая симуляция и достаточно мощный компьютер. Теперь давайте уменьшим Division Size, скажем, до 0.1. То есть, фактически, мы уменьшили его примерно в 3 раза. А так как мы имеем дело с вокселями, с трехмерными вокселями, то уменьшение этого параметра, например, в 2 раза, влечет за собой увеличение времени симуляции не в 2, а в 2 в третьей степени, то есть в 8 раз. Ну, а в этом случае мы теоретически должны получить замедление просчета примерно в 20 раз, но поскольку не ровно в 3 раза уменьшили. Также я хочу теперь уменьшить фрейм рейндж, взорвал просчеты симуляции просто для экономии времени. Мне не принципиально сейчас считать именно 240 кадров. чтобы понять, как все просчиталось, с каким качеством и так далее, мне вполне хватит и, скажем, 120 кадров. Поэтому я нажму эту кнопку здесь, вот справа внизу, и поменяю номер последнего кадра на 120, после чего нажму Apply и Close. Так мы получим почти 5 секунд анимации вместо почти 10. Ну и, соответственно, нам нужно будет просчитывать двое меньше кадров. Так, теперь довольно важный момент. Дело в том, что я создаю эту сцену на довольно-таки старой машине, поэтому иногда Гудини у меня зависает или вообще вылетает, особенно при работе с симуляциями, в частности, по аэросимуляциями. Помимо этого, я сейчас еще и записываю это видео, что также довольно существенно нагружает машину. Поэтому я не могу показывать вам все изменения, которые происходят с симуляцией в реальном времени. Вместо этого я буду вносить изменения в настройки симуляции, начинать ее кэшировать, потом выключать запись видео, чтобы сэкономить ваше время, чтобы вам не пришлось ждать просчета по 10-15 минут каждый раз после каждого такого изменения настроек. Если вы повторяете за мной мои действия на своей машине, вы можете тоже нажимать на паузу это видео, чтобы успеть пересчитать изменения на своем компьютере. Конечно, мы могли бы уменьшать разрешение симуляции, чтобы считать все побыстрее, чтобы работать без таких долгих пауз. И лишь потом, поняв, что мы настроили все как надо, мы бы увеличивали тогда разрешение обратно, чтобы уже считать симуляцию с хорошим качеством. Однако мне хочется быть уверенным, что вы увидите влияние каждого изменения, которое я делаю. Поэтому я буду работать именно с высоким разрешением симуляции, ставя запись этого видео на паузу каждый раз, когда я кэширую ее. Поэтому не думайте, что у меня все будет считаться мгновенно, не думайте, что моя машина быстрее гораздо, чем ваши. Это не так. Так что нам придется делать паузу в этом видео, но тут уже ничего не поделаешь. Это оптимальный способ работы в данной ситуации. Теперь следующий шаг. Кэширование. Если у вас достаточно мощный компьютер, который справится с этой симуляцией и может сохранить ее все в оперативной памяти без зависаний и вылетов, то этот шаг сейчас для вас не обязателен. Но если вы будете все же кэшировать свою симуляцию, то можете пронаблюдать сейчас и за моими действиями. В общем-то, мы уже разобрали, что надо делать. Если вы пользуетесь коммерческой версией Houdini, то можете все кэшировать из ноды Output здесь. Но если вы пользуетесь бесплатной аппретис-версией, в которой этот метод не работает, то кэшировать вам придется, как и мне, из ноды PyroImport. И, конечно, использовать мы будем Import PyroField с нодом. Перейдем на вкладку Export to File и нажмем Render. После чего, как я уже сказал, я нажму запись этого видео на паузу. После того, как кэширование закончено, я перемещу флаг отображения тоже на ноду Import PyroFields и не забуду пометить Checkbox Load From Disk, чтобы симуляция грузилась именно с диска. Итак, мы получили визуализацию пламени во вьюпорте, но она, как и в прошлом примере, получилась черно-белой. Хотя, как мы уже знаем, на рендере она будет цветной. Давайте попробуем ее сделать цветной и во вьюпорте тоже. Мы не можем использовать для визуализации ноду Import Pyro Visualization, несмотря на ее название, потому что мы кэшировали информацию не из нее, а из ноды Import PyroFields. И в последней, на самом деле, есть все данные для отображения и симуляции в цвете. Нам нужно лишь использовать дополнительные ноды, чтобы заставить эти данные работать правильно. Давайте создадим ноду Volume Visualization. Подключим к ней ноду Import PyroFields и перетащим на нее флаг отображения. То есть, теперь за визуализацию данных будут отвечать именно ноды Volume Visualization. Теперь перейдем на вкладку Emission и в параметры Emission Field выберем поле температуры. То есть, яркость огня теперь будет задаваться именно полем температуры. Ниже мы найдем параметр Emission Color Field, в котором нам нужно будет выбрать уже поле Heat, поле жара. Именно он будет определять цвета визуализации. Теперь откроем список пресетов раскраски и выберем Black Body, черное тело. Это пока ни на что не повлияло, но лишь потому, что параметр Emission Scale у нас установлен 0. Давайте увеличим его, скажем, до 2. Вот, так уже лучше. Теперь мы видим цвета. Яркий огонь, дым и языки пламени. Но если мы попробуем отрендерить все это... Так, смотрим. В общем, цвета на рендере и во вьюпорте у нас, мягко говоря, не совсем совпадают. Если здесь мы видим практически белое ядро огня и красные такие языки пламени, то на рендере яркие участки огня мы видим совсем в другом месте и языки пламени у нас скорее более-таки оранжевые-желтые, а не красные. Давайте исправим это несоответствие. Сделать это мы сможем, зайдя в секцию параметров цвета и меняя параметр Color Range, то есть интервал цвета. Я помечу его в чекбокс и установлю максимум для интервала, скажем, в 3. Мы видим уже гораздо больше деталей во вьюпорте. Теперь нужно избавиться от этого красного оттенка наверху, который, в общем-то, задается цветом этого вот красного ползунка, который вы видите. На рендере у нас преобладают больше оранжевые цвета, поэтому давайте кликнем по этому ползунку или маркеру и сделаем этот цвет больше похожим на оранжевый. Так мы получаем более аккуратную визуализацию во вьюпорте, уже больше похожую на то, что мы получаем при рендере. Осталось настроить здесь еще одну вещь. Наверху панели параметров давайте уменьшим параметр плотности, скажем, до 0.35. По сути, этот параметр контролирует прозрачность симуляции как огня, так и дыма. Уменьшив его, мы получили возможность лучше разглядеть языки пламени, ну, например, наверху. А нам довольно важно видеть все хорошо, чтобы наблюдать, как именно будут влиять на симуляцию все те изменения параметров, которые мы будем потом делать. Кстати, еще один момент. Если навести мышку на имя параметра Density Scale, Гудини отобразит подсказку, что этот параметр довольно сильно зависит от масштаба симуляции. Лично я не могу вам сказать, какова же именно эта зависимость и какие значения лучше точно ставить в этом параметре, но конкретно в этой сцене, в этом примере значение 0.35 дает вполне неплохой результат. Опять же, это лишь визуализация во вьюпорте, она не влияет на вид при рендере, поэтому в первую очередь подбирать здесь надо такие настройки, которые лучше всего позволят вам видеть, что происходит. Итак, мы сделали, скажем так, предварительные настройки. Визуализация, по крайней мере, на моей машине и сейчас тормозит, даже проигрывая с диска, но эти доли секунды тормозов лучше, чем просчитывание каждого кадра. Что же, давайте двинемся дальше и заставим этот огонь вести себя так, как этого требуется. Я вернусь в сеть симуляции, и так. А, кстати, это очень важно. Я поясню, что тут происходит. Когда я попытался зайти в ноду PyroSim, у меня пропало все из вьюпорта, а внизу я получил сообщение о том, что симуляция начала просчитываться. Это потому, что, во-первых, я находился не в начале таймлайна, а где-то у 90-го кадра, а поскольку я перешел с уровня объектов за визуализацию огня, в котором отвечала нода PyroImport, и зашел в ноду PyroSim, то внутри нее я уже не могу видеть ту прокэшированную симуляцию. Здесь внутри мы можем наблюдать лишь данные этой симуляции, которую мы не кэшировали. Прокэшированную симуляцию мы можем видеть сейчас лишь на уровне объектов или в самой ноде PyroImport. Как видите, тут это все прекрасно работает по-прежнему. Внутри же ноды PyroSim у нас нет никакого обращения к кэшу на диске, поэтому здесь и начинает все пересчитываться заново. И, в общем-то, это довольно удобно. Когда мы возвращаемся на уровень объектов, мы видим прокэшированную симуляцию. А потом, когда мы хотим внести какие-то изменения в нее, нам не обязательно заходить в ноду PyroImport и снимать там галочку с чекбокса Load from Disk. Мы просто заходим в сеть симуляции и видим реальные изменения при настройках параметров. И я снова напомню о том, что важно всегда возвращаться на первый кадр перед заходом в сеть симуляции. Иначе ваш комп может зависнуть, начав неожиданно пересчитывать все сначала. Конечно, всегда можно, как я в данной ситуации, просто нажать Escape, чтобы остановить просчет. Просто иногда это может не сработать. Что же, едем дальше. В ноде Pyro у нас есть настройки визуализации всех этих вот полей. Давайте-ка я просимулю несколько кадров, чтобы лучше все видеть. Поле Multifill дает нам примерно такую же визуализацию, как и нода Pyro Visualization, которую мы видели в ноде Pyro Import. Но помимо этого поля у нас есть еще куча полей. поля плотности. поле плотности. Оно такое черно-белое. Также можно включить отображение поля скорости. По сути, это такой плоский срез трехмерного поля. Все эти поля, все их данные используются при просчете симуляции. Если мы выделим Pyro Solver, так, а где оно? Так вот, на вкладке Combustion, то есть горение, мы, по сути, настраиваем взаимодействие множества параметров этих полей друг с другом. Например, увеличивая параметр Boiancy, что можно в данном случае перевести как летучесть, мы заставим огонь вырастать выше. И, в общем-то, мы сразу будем видеть все подобные изменения, и это здорово. Но мне кажется, что прежде, чем начинать крутить ползунки и настраивать параметры как бы наугад, очень важно было бы сначала разобрать теорию, разобрать, как именно работает пара симуляции. Когда у нас будет твердое понимание того, как именно работают и взаимосвязаны все эти параметры, тогда мы сможем настроить все так, как нам надо, причем гораздо быстрее. потому что мы будем конкретно знать, что мы делаем и что нужно конкретно настраивать данный момент. Так что давайте уделим время теории, и я устрою вам небольшую лекцию. Итак, модель симуляции состоит, скажем так, из двух компонент. Во-первых, у нас есть источник Source. В данном случае это сфера, сплющенная сфера, которую мы создали. И второй компонент, ну, скажем так, это сама симуляция. Давайте изобразим ее очень большой. Итак, источник и сама симуляция, то есть та пайросеть, которую мы уже начали рассматривать. Сначала у нас происходит вот что. В источнике создается топливо, fuel. Также в нем создается какая-то температура. Извините, я просто иногда не могу быстро писать, когда я одновременно еще и разговариваю. В общем, источник берет топливо и температуру и, скажем так, вводит их в симуляцию. А в симуляции установлены некоторые правила. Например, если тут у нас будет топливо, а справа температура. Так вот, если температура больше, так называемые температуры возгорания, Ignition Temperature, пардон за мой акцент, давайте обведем. Если поле топлива пересекается с полем температуры, и температура это больше температура возгорания, то у нас кое-что происходит. У нас происходит воспламенение Burn. Воспламенение, в свою очередь, производит жар. А жар, в свою очередь, означает пламя. Когда мы видим в Гудине пламя, мы видим именно визуализацию поля жара. Давайте я напишу сбоку Heat равно Flames. То есть жар, скажем так, равен пламени. Когда происходит воспламенение, происходит то же, что и в реальном мире. Топливо сгорает и постепенно начинает исчезать. Происходит уменьшение топлива. Это по сути такой цикл. Но в большинстве случаев не все топливо тут вычитается. Ибо есть еще такой параметр как Born Inefficiency. Можно перевести это как неэффективность воспламенения или просто неполное сгорание. Если вкратце, то этот параметр означает, что полностью у нас горит не все топливо, какая-то его часть остается. И также стоит учитывать такую вещь как выделение газов. многие из которых в свою очередь способны гореть. Газ релист выделение газов. Это значит, что область воспламенения Burn Area у нас расширяется. Так что когда вы настраиваете выделение газов и, например, увеличиваете его, то увеличение области воспламенения происходит гораздо быстрее. Итак, у нас создается жар, который визуально и представляет собой пламя. Пламя у нас какуется нестатично, оно постоянно меняется, настроить его движение по большей части и является задачей при работе с парасимуляциями. И здесь нам нужно знать, что такое скорость пламени, которую я обозначил буквой V. Скорость пламени равна какой-то стартовой скорости, будь то скорость самого первого кадра симуляции или предыдущего перед текущим, и к этой стартовой скорости мы прибавляем так называемую летучесть Боинси, которая в свою очередь равна температуре, умноженной на так называемую подъемную силу. И здесь я также напишу температура в случае работы в Гудине это и есть подъемная сила, которую также обозначают словом Боинси. Так, поправлю букву. А в параметрах, однако, вы сможете найти как температуру, так и Боинси. Тут просто следует различать Боинси как концепцию силы, которая заставляет подниматься дым, и Боинси именно как параметр, как множитель, который заставляет температуру поднимать все вверх быстрее или наоборот медленнее. Последняя вещь, которая здесь происходит, это у нас есть огонь, и, конечно, должен быть и дым. Давайте я опущусь вниз, расширю эту область. В общем, когда воспламенение производит жар, а следовательно и пламя, то рано или поздно происходит остывание этого жара, кулинг, и температура пламени начинает падать. и здесь в дело вступает еще одно условие. Если жар пламени меньше так называемого порогового жара, хеат кат-офф, не готов, а кат-офф. Так вот, при уменьшении жара до этого порогового значения и создается дым, смог. И дым также берет какую-то стартовую скорость и прибавляет к ней байнси. Возможно, это такой чуть упрощенный взгляд на то, как происходит симуляция в Гудине, но тем не менее, я постарался описать здесь работу самых важных ее элементов наиболее подробно. кстати, забыл еще написать, что точно так же, как жар означает пламя, точно так же, если мы видим слово density, плотность, то оно прежде всего означает дым. то есть smoke. Пламя это визуализация поля жара, а дым это визуализация поля плотности. Итак, повторим еще раз. Источник привносит симуляцию топлива и температуру. Когда топливо встречает участки, где температура больше температуры возгорания, происходит воспламенение. воспламенение создает жар, и пока топливо горит, его количество сокращается, ну и какое-то его количество превращается в продукты неполного горения. Не сгорает до конца. Так же происходит выделение газов, что еще больше увеличивает область горения. Скорость, в которой пламя поднимается вверх, складывается из начальной скорости и летучести байнси, которая в свою очередь равна температуре, помноженной на какой-то коэффициент подъемной силы. После того, как появилось пламя, происходит его остывание. Когда значение жара при остывании становится ниже какого-то порогового значения, мы получаем дым. надеюсь, теперь вы получили достаточно полное понимание процессов пары симуляции и того, как взаимодействуют между собой ее элементы. Теперь пора зайти уже в саму симуляцию в Pairosolver и начать настраивать его параметры, чтобы получить нужное нам поведение огня. Итак, мы вернулись в Houdini, начнем теперь настраивать симуляцию, чтобы все это больше походило на костер с его языками пламени. Первым делом я включу здесь отображение следов других объектов, чтобы видеть взаимодействие с ними огня. Вообще же, первый шаг к тому, чтобы заставить вашу симуляцию выглядеть поинтереснее, это убедиться в том, что у вас есть подобающий источник огня. Сейчас мы используем в этом качестве сплющенную сферу, и, конечно, это не самый лучший вариант, но можно сделать ее чуть поинтереснее, вернувшись в объект Fuel Source, и можно добавить к этой сфере кое-какие искажения с помощью ноды Mountain. Подключим ее сюда. и как видите, так мы получаем уже менее однородное распределение топлива. Потому что так, в отличие от просто сфер, мы получаем уже не такой скучный вид этого объема. У нас появились какие-то пустоты, где топлива почти нет, и зона, где оно есть, поэтому и огонь, исходящий отсюда, также приобретет более хаотичный, а значит более естественный вид. Если мы поглядим сейчас на таймлайн, то увидим, что прогресс бар, означавший, что у нас было что-то прокешировано в память вплоть до этого кадра, превратился из синего в оранжевый. Это значит, что кэш этой симуляции больше не актуален, ибо мы изменили ее параметры, и симуляцию надо просчитывать заново. Это разумеется произошло из-за того, что мы изменили форму геометрии источника, что не может не повлиять на симуляцию в целом. Так что здесь я снова нажму запись на паузу, пока кэшируется эта симуляция, но в будущем я наверное буду делать это уже без предупреждения. Итак, все пересчиталось, и если мы запустим сейчас анимацию, то сразу увидим изменения. Огонь выглядит более хаотичным, чем раньше, языки отклоняются в стороны и так далее. Появилось больше даже турбулентности. Мне кажется даже, что и высота огня увеличилась, потому что оператор Mountain увеличил высоту источника в некоторых местах. Вообще источник топлива, его объем очень влияет на симуляцию, так что ему всегда нужно уделять внимание при ее настройке в первую очередь. И если даже вы сделали источником какую-то скучную геометрию, как мы в начале, всегда можно сделать ее поинтереснее, просто добавив к ней какие-то шумоподобные искажения. Поскольку сейчас этот огонь слишком уж высокий для костра, по крайней мере для безопасного костра, давайте настроим его размер. Вернемся в первый кадр, зайдем в ноду PyroSim, откроем в солвере вкладку Combustion возгорания и здесь мы найдем кое-какие полезные в данной ситуации параметры. Некоторые мы уже обсудили на лекции, так что кое-что будет уже знакомым. Ignition Temperature это температура возгорания, при которой воспламеняется топливо. Это первый этап симуляции. Burnrate отвечает за то, сколько топлива у нас сгорает каждую секунду, то есть по умолчанию за секунду у нас сгорит 90% начального топлива. Неэффективность топлива, о нем мы тоже говорили, отвечает за то, сколько топлива у нас остается после его сгорания, то есть у нас останется 20%. Выходная температура повышает текущую температуру при сгорании топлива. Более высокое значение этого параметра значит более быстрое сгорание топлива, а также оно влияет на летучесть, а следовательно высоту пламени. Выделение газов также происходит при сгорании топлива и оно увеличивает область горения. Низкие значения этого параметра сделают огонь меньше, высокие же увеличат область которую он занимает. Начнем именно с этого параметра по дефолту он равен 14, давайте уменьшим его значение скажем вдвое. Пускай будет здесь 7. в результате огонь стал уже поменьше, хотя он наверное все еще слишком велик, но по крайней мере не такой уже гигантский. давайте это поправим тоже. Когда в Pyro Solver у нас открыта вкладка Combustion возгорания, то ниже в ней мы можем найти еще одну дополнительную подкладку Flames, где находится очень удобный параметр высоты пламени Flame Height. По сути это такой множитель масштаба симуляции, скажем так. Давайте уменьшим его, скажем, до 2. Это сделает огонь еще немного меньше. Еще одним полезным приемом для лучшего понимания происходящего будут изменения настроек визуализации. Если я перейду к Nodipair, то здесь я могу убрать чекбокс Multifield поля, который дает нам примерный вид огня. И вместо него я могу отобразить какое-то другое поле, например Heat, которое отвечает за пламя. И так мы получаем чистое пламя без какого-либо дыма. Но на самом деле нам нужно сейчас кое-что другое. Хотя конечно полезно помнить, что здесь мы можем визуализировать любой нужный нам отдельный элемент симуляции. Сейчас мне например кажется, что пламя у нас поднимается слишком быстро. Поэтому я лучше включу отображение поля скорости. Поле velocity. Мы получили разрез как бы этого поля по оси x. Если мы запустим анимацию, то увидим здесь преобладание очень красных оттенков, что значит, что пламя поднимается действительно очень быстро. Как мы уже выяснили, скорость пламени зависит от суммы начальной скорости и параметра байнси летучести. Поэтому мы можем заставить пламя подниматься не так высоко, уменьшив параметр байнси. Его мы опять же найдем в настройках солдера. Пока запомните, как поле скорости выглядит сейчас. И во вкладке симуляшн давайте намного понизим параметр байнси лифт, скажем до 2. Давайте посмотрим, как это повлияло на симуляцию. Как видите, цвета теперь далеко не сразу становятся красными, особенно по бокам пламени, да и сам огонь теперь далеко не так высоко уходит от земли. Давайте вернемся к ноде пайра, отключим поле скорости и снова включим мультиполе. После чего я снова прокэширую симуляцию. Что же, выглядит неплохо. У нас все еще такой хаотичный и натурально выглядящий огонь, довольно много рандомного такого движения, но при этом гораздо более невысокое пламя теперь, нет такого ревущего огня, который прямо рвался вулканом из этих несчастных поленьев, так это выглядит уже гораздо естественнее. Давайте проделаем тут еще несколько вещей. Помимо глобальных параметров, которые мы уже настроили, есть еще не такие значительные, которые тем не менее могут поднастроить эту картину. Вернемся к PyroSolver и перейдем ко вкладке Shape форма. Здесь у нас есть параметры, с помощью которых можно настроить общий вид огня и дыма. Первый из них диссипация. он заставляет дым со временем пропадать. Чем выше этот параметр, тем быстрее исчезает дым. По дефолту здесь стоит значение 0.1, что значит, что 10% дыма у нас в каждом кадре исчезает. Параметр Disturbance возмущение несколько сложнее. По его имени не так-то просто понять, на что именно он влияет. Он не влияет на общую форму вашей симуляции, как это делает диссипация, а издалека, кстати, его влияние можно и вовсе порой не заметить. Однако при близком рассмотрении он создает лучшую детализацию общей формы, изламывая, так сказать, слишком большие и гладкие границы симуляции, превращая их в ломанные кривые, превращая большие формы в систему небольших элементов. В общем, он повышает детализацию, заставляет слишком большие границы и формы симуляции делаться изломанными и не такими однородными. Помимо общего значения этого параметра здесь наверху, ниже есть еще соответствующая подкладка для более детальной настройки этого эффекта. Значение порога говорит нам о том, что параметр возмущений будет применен ко всем вокселям, значение которых не превышает 0.1. То есть затронуты возмущением будут только зоны с относительно малой плотностью, а так сказать ядро симуляции плотные зоны останутся неизменными. это один из тех параметров которые лучше опробовать самостоятельно. Я советую вам просто создать и прокэшировать несколько симуляций с разными значениями этого параметра. Сейчас же мы менять его не будем в данной симуляции это не нужно. Но в случае когда вы имеете дело с большим количеством дыма этот параметр бывает очень полезен и может добавить очень много деталей к вашему дыму разбивая слишком большие его клубы скажем так на мелкие элементы. Нас сейчас больше интересует параметр шейдинг что можно перевести здесь как разрывание. Шейдинг использует поле жара ну или пламени чтобы влиять на поле скорости огня. Это значит что он может так сказать создавать разнообразие поля скорости в частности может создавать длинные языки пламени и вообще делить пламя на отдельные участки с разной скоростью. В случае с костром это очень полезный параметр каждый кто глядел на костер мог заметить длинные языки огня отдельные его скажем так ленты и так далее. Конечно в случае когда вы делаете однородное пламя например небольшое пламя свечи этот параметр наоборот нужно уменьшать почти до нуля. Вообще сравнение в уме пламени свечи и пламени костра уже очень хорошо помогает понять за что отвечает этот параметр. Отдельные скажем так куски огня языки и пламени становятся отчетливее при его повышении. Дефолтное значение здесь 0.12 давайте наверное повысим его до 2. Тут есть еще незадействованные параметры о которых я по-быстрому расскажу. Работать с ними мы сейчас не будем видео в основном сосредоточено на форме огня и его основных параметрах которые мы затронули еще далеко не все но все же я расскажу вам и об этих параметрах чтобы не оставлять вас в недоумении по данному вопросу. Итак шарпенинг резкость этот параметр опять же относится к полю скорости делая его более контрастным это поле он действует как и его тезка в фотошопе фильтр резкости только работает не с изображением а с трехмерным полем высокие значения дает более четкие границы и наоборот просто когда вы используете его одновременно со шейдингом вы по сути делаете одну и ту же операцию дважды потому что шейдинг уже делает вам более детализированное поле скорости а значит вы можете получить в результате не очень натурально выглядящие и не очень предсказуемые результаты поэтому по дефолту этот параметр отключен однако он все же присутствует здесь на тот случай когда вам не нужно много языков пламени но тем не менее вы хотите проявить те что есть более отчетливо далее идет параметр турбулентности он также добавляет симуляцию некоторую хаотичность некоторый шум но при этом стоит понимать что это шум уже большого масштаба это не тот параметр который применяется для тонкой детализации на случай если захотите вы его применить для красиво порхающих туда сюда вариаций пламени нет турбулентность это вызывает очень большие колебания симуляции например если у вас бежит человек с факелом или объятый пламенем вертолет падает на землю тут турбулентность как раз подойдет как раз в этих случаях нужно такое сумасшедшее движение огня в случае же с костром этот параметр не нужен костер у нас никуда не движется и последний параметр здесь это confinement что можно коряво перевести как ограничение как и в случае с возмущениями по названию этого параметра невозможно понять что он делает а делает он вот что так давайте сначала выключим мультиполе и включу снова отображение поля скорости так вот посмотрите на этот участок где как бы действуют различные силы создавая такой узор завихрения именно это и контролирует confinement он находит такие завихряющиеся зоны и завихряет их еще сильнее если у вас есть какое-то незначительное завихрение но плотность вашей воксельной сетки при этом слишком мала вы можете иногда потерять подобные детали из-за слишком низкого ее разрешения но включая параметр confinement вы можете сохранить эти завихрения и приумножить по дефолту этот параметр отключен потому что с ним надо быть очень осторожным слишком большие его значения очень быстро заставить симуляцию выйти из-под контроля если у вас уже есть здесь вихревые участки что значит что здесь взаимодействуют какие-то различные силы и находят между собой баланс то вы рискуете нарушить этот баланс и систему в целом если вы включите и увеличите этот параметр скажем до 10 ваша симуляция может прямо таки взорваться опять же опять же для костра этот параметр нам не нужен вообще но иногда он бывает полезен поэтому я рассказал о нем опять же эти вкладки внизу помогают настроить соответствующий им один из этих параметров более подробно так извините то я нечаянно поменял например вкладка шейдинга позволяет настроить параметры выделения отдельных элементов пламени уже более детально но опять же это уже выходит за рамки нашей сегодняшней темы если вы действительно хотите узнать как работают и за что конкретно отвечают параметры этих вкладок то существует множество видео я прежде всего ищу их на вимео кто-то предпочитает youtube видео где люди выкладывают результаты симуляции меняя в них например значение лишь одного параметра конкретно чтобы показать его влияния на этих видео можно сравнить скажем так одну и ту же симуляцию с измененным лишь одним каким-то параметром то есть по этим видео очень удобно сравнивать и понимать как работает каждый такой параметр вместо того чтобы настраивать бесконечные сравнительные симуляции самим пока что хоть и все что мы успели изменить это был параметр шейдинга давайте все же перекешируем тот результат который получили в результате и так мы получили больше таких вот языков пламени так что то странно у нас тут происходит в этом вот районе в общем о чем я хотел еще сказать так это о том что чем больше разрешение вашей симуляции тем отчетливее будет видно влияние настраиваемых вами параметров конечно при такой детализации как сейчас у нас лучше смотреть относительно близко на пламя чтобы понять как и что меняется но вообще конечно здесь надо выставлять максимально возможное разрешение так нам нужна другая только нода так вот мне бы например хотелось бы показать вам видео симуляции при параметре division size скажем 001 но к сожалению на моей машине это просто невозможно но всегда держите в уме что этот параметр отвечающий за разрешение воксельной сетки надо выставлять настолько небольшим насколько это возможно что же в принципе огнем я здесь доволен давайте поработаем теперь немного над дымом давайте перейдем в ноду пайро импорт а в ней выделим ноду воли визуализейшн когда мы понижаем здесь значение плотности density scale то начинаем видеть детали огня более отчетливо но так как плотность напрямую влияет и на дым то дым в результате становится более прозрачным чтобы сделать дым здесь более видимым мы можем например уменьшить здесь значение максимума плотности до 0 3 это уже поможет проявить нам дым который мы не видели до этого вы наверное не думали что его так много на самом деле он был здесь все время если мы оставим максимум на единице и отрендерим это все по-быстрому то ну вы видите эти серые пока что точки это типа дым который мы не видели во вьюпорте поэтому я рекомендую время от времени рендерить хотя бы с низкими настройками вашу симуляцию просто чтобы убедиться что вы ничего не пропускаете сейчас нам не так важно видеть дым но все же иногда будет полезно на него поглядывать меня значение максимума 0 3 для этого вполне подойдет как видите дыма довольно много как я уже сказал особенно для такого типа костра в некоторых случаях конечно такое большое количество дыма уместно но не случай с таким костром здесь обычно ждешь сначала ну какого-то чистого пламени а потом уже немного дыма поэтому давайте настроим количество дыма вернемся в ноду pyre sim и так как здесь внутри мы снова не видим по дефолту никакого дыма полезно вспомнить что за него у нас отвечает поле плотности пометим поэтому его чекбокс и так мы получим визуализацию дыма проиграем несколько кадров давайте перейдем к солверу на вкладку combustion и здесь у нас есть под вкладка smoke дым здесь находятся основные его параметры хотя конечно на него как и на огонь влияют также байнсе летучесть и поле скорости потому что в плане влияния глобальных сил pyre solar не делает разницы между огнем и дымом ну а эти параметры конкретно здесь скорее помогают нам настроить когда и где именно создается дым нежели чем настраивают его дальнейшее поведение первый чекбокс конечно просто отвечает за то есть вообще дым или его нет хотя обычно вам всегда нужен дым даже когда его практически не видно чекбокс create dance smoke делает именно то что указано в его имени делает плотный дым по умолчанию гудини добавляет в симуляции в каждом кадре дым ориентируясь на то его количество которое уже есть и в результате чего мы получаем относительно легкий неплотный дым однако этот чекбокс устраняет это ограничение он удобен если вам нужно сделать взрыв или вообще какой-то такой столб дыма плотного дыма для нашего костра он конечно не нужен а в параметрах source источник можно указать поле которое будет источником дыма по умолчанию это поле жара heat то есть дым появляется лишь в тех местах где значение жара понижается ниже порогового обычно всегда стоит оставлять именно это поле здесь можно конечно выбрать поле born но реалистичный результат в этом случае вы вряд ли получите ну параметр smoke amount это обычный множитель отвечающий напрямую за то сколько дыма вы получите при условиях его возникновения а ниже указано и это условие heat cutoff порог жара так как нам не нужно так много дыма давайте понизим здесь значение вернемся в первый кадр чтобы не пересчитывать их и пускай значение здесь будет скажем 0.38 ну значение порога жара я снова повторю что это такое значение при понижении до которого пламя превращается уже в дым это значение жара до которого должна опуститься частица пламени прежде чем стать дымом сейчас оно равно 0.2 и также параметр blend amount смешивание равен 0.2 blend amount равный 0.2 означает что на самом деле у нас не каждая частица пламени превращается в дым конкретно на значение жара 0.2 если смешивание у нас равно 0.2 то превращение в дым у нас идет при значении жара от 0 до 0.4 когда жар когда жар скажем так равен 0.2 то в дым превращается большая часть пламени когда жар ближе к 0.4 то в дым превращается гораздо меньшая часть пламени если мы видим здесь значение например 0.1 вместо 0.2 то превращение в дым начнется уже с меньших значений жара то есть где-то с 0.3 в общем давайте посмотрим теперь как изменение этих значений повлияло на дым в нашей симуляции да дыма стало намного меньше в общем то мы добились нужного результата но осталась другая проблема наш дым не сильно торопится подниматься вверх он остается все время внизу он лишь чуть-чуть поднимается над огнем ранее мы очень понизили значение боинси чтобы огонь наш не был таким высоким и в результате это повлияло и на поведение дыма поэтому давайте вернемся к этому параметру перейдем только в первый кадр а вообще так часто бывает что вы настраиваете какой-то параметр и до поры до времени он работает прекрасно а потом вы начинаете работать на другой части симуляции и обнаруживаете что как раз этот прекрасный параметр портит вам там всю картину для значения дыма боинси 2 это слишком мало хотя для огня оно в самый раз давайте выберем нечто среднее и поставим здесь 5 посмотрим что из этого выйдет да дым теперь поднимается вверх гораздо лучше и при этом на пламя это не очень сильно повлияло в основном повлияло как раз на дым да думаю такой вид уже получился вполне естественным хотя я бы сделал этот дым не таким плотным все таки сейчас он слишком плохо рассеивается давайте поэтому поднастроим параметр диссипации о котором я уже сказал раньше так вот он сейчас он равен 0.1 давайте увеличим его до 0.2 и посмотрим как это повлияет да это выглядит уже получше дым рассеивается достаточно быстро хотя и успевает подняться на хорошую высоту что же теперь мы получаем хорошую достаточно детализированную картинку даже его в юпорте ну как я уже говорил конечно неплохо было бы увеличить здесь разрешение до максимума выжав из машины все что возможно но поскольку из моей машины максимум уже выжат мне неплохо было бы перейти уже наконец например к рендеру хотя бы несколько кадров чтобы посмотреть как все будет выглядеть но перед этим давайте поправим здесь еще кое-что чтобы улучшить эту симуляцию вы возможно заметили что огонь здесь умудряется гореть и вниз опускаясь под камни горит он куда-то под землю я уже говорил крайне важно убедиться что он этого не делает иначе потом он начнет подниматься из под земли в самых неожиданных местах вызывая большое количество логичных вопросов вопросов типа а что это здесь вообще горит неужели камни что же давайте это поправим мы можем сделать здесь плоскость земли с которой будет взаимодействовать и сталкиваться наш огонь и она не будет позволять ему опускаться вниз давайте перейдем ко вкладке rigid bodies и кликнем по иконке инструмента ground plane убедимся что земля появилась в нуле по игреку ну и конечно убедимся что она ничего не перекрывает нужного ни камни ни источник огня и теперь если мы вернемся в сеть pyro sim то увидим ноду земли ноду ground plane которая подсоединена к static solver который потом замерзжен с pyro simulac то есть их взаимодействие уже настроено нам тут и настраивать вручную в общем то ничего не надо так что давайте снова прокэшируем это и посмотрим что изменится итак появление земли как физического объекта достаточно сильно изменило вид огня он больше не опускается вниз чтобы потом вынырнуть из-под камней и теперь неплохо было бы настроить взаимодействие также огня с этими полиниями да и с камнями тоже чтобы он не проходил сквозь них как сквозь бесплотные объекты потому что подобное поведение мягко говоря тоже не добавляет реалистичности нашей картине поэтому давайте выделим объект campfire и все на той же вкладке нажмем на иконке инструмента static object пара секунд вычислений и все готово давайте вернемся в сеть симуляции как видите объект campfire примержился к объекту земли для просчетов static solver перед тем как стать частью общей симуляции давайте просчитаем теперь все это вместе да все это выглядит теперь намного лучше огонь больше не проходит через геометрию ему приходится огибать ее искать проходы между полиниями ну и так далее да так выглядит намного лучше однако после таких изменений нам нужно сделать еще кое-что наверное стоит перенастроить кое-какие параметры огня чтобы сделать его теперь не таким скромным когда он спрятался за всеми этими объектами можно например увеличить высоту пламени немного и сделать чуть побольше дыма впрочем наверное сейчас я уже не буду этим заниматься в принципе с теми знаниями что вы получили вы вполне способны уже подкорректировать вид огня до нужных вам значений короче говоря главное это держать в голове результат которого вы хотите достичь и как вы уже поняли гораздо легче добиться этого понимая какой параметр за что отвечает а не крутя их наугад что же на этом первая часть этого урока завершена я догадываюсь что настраивать кучу параметров и значений это не всегда самое захватывающее занятие которое можно придумать но зато теперь вы знаете как настраивать основы своей симуляции зато вторая часть будет уже намного интереснее на ней мы рассмотрим гораздо более продвинутые техники работы в паре симуляции не ограничиваясь лишь применением инструментов вкладок и будем создавать намного более интересные вещи так что увидимся в следующей части в следующей части в следующей части в следующей части